Вы слушаете подкаст об истории музыкальной культуры Казахстана Байса. Подкаст создан студией Булбул и фондом имени Батырхана Шукенова при поддержке фонда Булата Утимуратова. В этом сезоне речь идет о времени, когда Казахстан был частью Советского Союза, а многие города и улицы носили другие названия. Мы придерживаемся исторического периода и используем действовавшие на момент развития событий топонимы, за исключением тех случаев, когда наши авторы и информанты осознанно используют современные топонимы, например, не Алма-Ата, а Алматы. Мы с уважением относимся к их выбору и поддерживаем его. Во втором сезоне подкаста Байса мы рассматриваем жизнь и творчество наших героев и героинь, учитывая контекст времени, в котором они жили, сфокусировав внимание в первую очередь на их музыкальном творчестве и том наследии, которое они оставили. Эпизод пятый. Пять историй о Розе Рымбаевой. Лекцию написала кандидат искусствоведения и профессор казнаи имени Джургенова Гульнар Бегалинова. Лекцию читает Карина Абдулина. Когда речь заходит о казахстанской эстраде, одним из первых на ум приходит имя народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой. Ее звезда зажглась в юном возрасте и продолжает ярко сиять на протяжении вот уже почти 50 лет. В этом эпизоде в пяти историях рассказываем о том, как девушка из небольшого аула покорила большую сцену в Казахстане и не только. История первая. Детство и ранние годы. Итак, Роза Рымбаева родилась 28 октября 1957 года на железнодорожной станции Жангистубе, Семипалатинской, а ныне Абайской области. Ее отец Куаныш работал на железной дороге. Мать Айту занималась воспитанием восьмерых детей и ведением домашнего хозяйства. С ранних лет Роза была одарена сильнейшим голосом. Она любила петь, но ее мало интересовали детские песни. Больше всего ей нравились сложные композиции, в которых было где развернуться ее таланту. Кумирами у юного дарования были Робертина Лоретти, Калабильды и Галина Нинашева. А еще старший брат, который занимался музыкой. Конечно, Роза мечтала сама стать профессиональной певицей, выступать на большой сцене. От того, что станция Жангистубе была небольшой и находилась далеко от города, Роза училась в интернате в семье. Там же она посещала музыкальную школу и участвовала в самодеятельности, выступая на городских концертах и конкурсах. В 1975 году Роза покорила жюри Республиканского конкурса самодеятельности в Алма-Ате, посвященного 30-летию победы в Великой Отечественной войне. В единодушном решении в жюри первое место и приз ЦК Комсомого Казахстана присуждается Розе Рымбаевой, Семипалатинская область. Там она исполнила песню «Снег седины». Было удивительно, что юная девушка, на тот момент Розе Рымбаевой было 18 лет, может петь так уверенно и экспрессивно, а голос может быть настолько сильным и наполненным. На этом концерте ее впервые увидел руководитель Республиканского молодежного эстрадного ансамбля «Гульдер» Таскен-Укапов, который впоследствии стал верным спутником и надежным супругом нашей героини. История вторая. Любовь на всю жизнь. На том судьбоносном конкурсе, когда Таскен-Укапов впервые увидел Розу, он попал в кадр оператора, снимавшего зал. Камера задержалась на нем надолго, возможно, потому, что он слушал исполнение очень внимательно, с интересом. После концерта Таскен предложил кандидатуру Розе Рымбаевой на роль солистки ансамбля «Гульдер», чтобы получить для молодой певицы из семьи приглашение на работу в столицу. Эту идею в ансамбле поддержали. Так будущие супруги и познакомились. Таскен-Укапов талантливый и высокопрофессиональный музыкант. Образование он получил в Гнесинке, одном из самых престижных учебных заведений СССР, дававших музыкальное образование. После окончания музыкального училища ему предложили продолжить обучение уже в аспирантуре, но науке он предпочел творческую деятельность. В одном из интервью Таскен вспоминал, что, увидев Розу и услышав, как она поет, был поражен возможностями ее голоса. В шутку он говорил, что ее голос такой широкий и звонкий, потому что она родилась в степях. Там ее должно было быть слышно за много километров вокруг. Правда в его словах все же есть. В казахской песенной традиционной культуре сила голоса певцов нередко характеризовалась по пространственным параметрам. Это было своего рода подтверждением таланта исполнителя. В свою очередь, в одном из интервью Роза Рымбаева говорила, что Таскен многому ее научил. По ее признанию, для 18-летней девушки, приехавшей в столицу, выступать с оркестром, петь на большой сцене и ездить на гастроли было нелегким делом. Но она точно знала, что нужно петь сердцем и душой, быть настоящей перед слушателями, отдаваться песне. Этому принципу она верна и по сей день. По совету Таскена Роза Рымбаева поступила в Театрально-художественный институт, который в 1977 году отделился от консерватории и стал самостоятельным учебным заведением со своим зданием. Ныне это Академия искусств имени Жургенова. Поступила на факультет, который готовил актеров музыкальной драмы, комедии и кино. Там она научилась танцам, актерскому мастерству, пластике. Это было очень актуально для эстрадных исполнителей, ведь большая сцена требовала разносторонней подготовки. Первый крупный успех пришел к ней довольно рано, уже в 20 лет. В 1977 году она приняла участие во всесоюзном телевизионном конкурсе с песней по жизни, на котором исполнила песню «Алия». посвященную «Алие Молдогулова». Стихи Бакира Тажибаева. «Алия». На этом конкурсе «Алия» была номинирована на лучшую песню года. Знаю я, что за меня ты шла в огонь, ты стояла до конца среди свинца, Чтоб всегда была ясна моя весна. Эта песня посвящена герою Советского Союза комсомолке Алие Молдогуловой. Алия Молдогулова. Алия Молдогулова. Алия Молдогу. Алия Молдога. Алия Молдогулова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1978 году читателями газеты «Московский комсомолец» Роза Рымбаева была признана лучшей певицей года. Чтобы оценить масштаб популярности певицы, можно провести параллель с тем, как популярен сегодня Димаш Кудайберген. Первая грампластинка Розы Рымбаевой была издана всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» в 1978 году. На нее попали песни «Верю я», «Детство», «Снег седины», «Поэзия». В советский период творчества Роза Рымбаева работала с одними из лучших композиторов своего времени – Арно Бабаджаняном, Алексеем Можуковым, Давидом Тухмановым, Александрой Пахмутовой и другими. Некоторые песни были написаны специально для нее. Колоссальные голосовые возможности Розы Рымбаевой, позволяющие использовать широкий диапазон мелодических и выразительных средств музыкального языка, давали композиторам большую свободу, и они выходили за рамки обычного массового песнетворчества. Поэт, композитор, артист, находясь в тесном взаимодействии триединства, создавали произведения поистине высокого искусства, органично сочетая музыкальное, поэтическое и исполнительское мастерство. История третья. Первый и второй составы ансамбля «Арай». В 1979 году Тосканукапов предложил создать ансамбль «Арай». Единственным его условием было назначение Розы Рымбаевой солисткой. Это условие было принято, и «Арай» по большей части выполнял аккомпанирующую функцию, а главенствующая роль принадлежала исполнительнице. Слово «Арай» с казахского языка переводится как «утренняя заря», а точнее оно обозначает красивое атмосферное световое явление, появляющееся в утреннее или вечернее время, перед тем, как солнце восходит или заходит. Его другое значение – выдержка, спокойствие, самообладание. Название ансамбля весьма ему соответствовало. Едва появившись на эстраде, он сразу же стал ярким звуковым явлением и очень скоро получил известность и любовь слушателей. Сама Роза Рымбаева однажды назвала «Арай» «альмаматор» современной казахстанской эстрады. И с этим сложно не согласиться. Через своеобразную школу Окапова прошли музыканты ансамбля «Гульдер» и «Арай», которые в дальнейшем стали известны не только в Казахстане, но и за рубежом. Окапову удалось вывести коллектив на международную сцену, где музыканты представляли казахское музыкальное искусство на самых престижных концертных площадках мира. Выезжали они по разрешению руководства страны. Наверху не сомневались в их таланте и профессионализме. Фонд «Булата» у Тимуратова поддерживает проекты в сферах здравоохранения, образования и культуры по всему Казахстану. У ансамбля было два четко очерченных этапа развития. Первый с 1979 по 1982 год и второй с 1982 по 1987 год. Во времена первого этапа в ансамбле играли клавишник Байгали Серкибаев и гитарист Булат Сыздыков. Помимо них в первом составе были знаменитые в музыкальных кругах братья Тахир и Фархад Ибрагимовы и Яков Хан. Высокий уровень исполнительского мастерства «Арай» несомненно находился в тесной взаимосвязи с видением его художественного руководителя, главного дирижера и композитора, который определял магистральные пути развития коллектива Тоскына Окапова. Он выполнял роль генератора музыкальных идей, был сердцем ансамбля. По воспоминаниям коллег, Окапов был талантливым дирижером. Делал прекрасные аранжировки для симфонического оркестра и умело им управлял. По взмаху его дирижерской палочки музыканты играли слаженно и четко. Тоскына Окапов дал новое, современное звучание казахским народным песням. Нотируя и делая переложения, он делал их ярче, острее, динамичнее, пронзительнее. Так было с песнями Алия, Атамикен, Наурс Думан. Когда в 1982 году ансамбль распался, по предложению Розы Рымбаевой был собран новый состав под прежним названием во главе с Байгали Серкибаевым. В новый коллектив вошли гитарист первого состава Булат Сыздыков, Владимир Миклошич, игравший на бас-гитаре, вокалист Наджип Фильданов, Батархан Шукенов, игравший на саксофоне и духовых, и барабанщик Сагнай Абдулин. Арай, помимо выполнения аккомпанирующей функции, работал над собственной инструментальной программой, которую они играли на концертах. Музыканты имели полную свободу творчества и хорошее музыкальное оборудование. Эти две составляющие стали базой для их дальнейших экспериментов со звуком и стилями. Музыканты занялись написанием песен. Их попытки соединить фольклор с современными формами и средствами художественной выразительности дали хорошие плоды, а Роза Рымбаева впоследствии раскрылась как джаз-роковая певица. Умолкли звуки, Показли на сцене огни Занавесник, Старики скрипка, У рампы остались одни И как былые дни Молча в этом зале пустом Вспоминаю двоем Участники коллектива старались сочетать особенности казахского мелоса с гармоничным джазовым разнообразием и ритмичной динамикой рока, акцентируя внимание на инструментальной части произведений, где каждый исполнитель мог дать волю свободе творчества и импровизировать. В 1987 году ансамбль распался, прекратив совместную деятельность с Розой Рымбаевой как аккомпанирующий коллектив. А через некоторое время вновь собрался уже в качестве самостоятельной группы Алмата Студио. Оценивая период творчества Розы Рымбаевой в ансамбле «Арай», мы можем сказать, что он стал вехой в становлении и развитии как самой певицы, так и музыкантов группы. И руководитель, и певица, и музыканты помогли друг другу раскрыть уникальный творческий потенциал, завоевать любовь слушателей по всей стране и оставить неизгладимый след в истории отечественного эстрадного искусства. История четвертая. Честно по жизни. Роза Рымбаева на протяжении всей карьеры неоднократно давала благотворительные концерты и делала пожертвования, в том числе и на развитие родного семьи. С родной землей связано ее творчество. Одна из ярких песен в ее репертуаре песня Тулегина Мухаммеджанова «Заманай», которая стала гимном антиядерного движения. ПЕСНЯ Тулегина Мухаммеджанова В рамках мероприятий, посвященных 40-летию творческой деятельности, Рымбаева с командой организовала масштабный гастрольный тур по Казахстану с концертной программой «Я верю в будущее». В этом туре она на автобусе добиралась в отдаленные аулы, чтобы выступить перед слушателями. Сама артистка вспомнила случай, когда ее самолет в Китай, куда она летела на концерт, сильно задержали. И вместо запланированных 7 часов вечера Роза Рымбаева вышла на сцену в 11 ночи. И все это время зрители находились в зале и не расходились. Так она вспоминала это выступление. Я приехала, вышла из машины, на ходу стягивая куртку, сразу пошла на сцену, в чем была, без грима, без концертного платья, в джинсах. И я им говорю, ну вы же знаете, я пою уже 40 лет, как минимум 400 платьев у меня точно было, они смеются. А я смотрю на людей сквозь слезы. Столько терпения и любви, какое уж тут платье. И я всегда выбирала сцену. Честность перед зрителем и верность своему ремеслу всегда отличали Розу Рымбаеву, чья репутация как артистки и человека не вызывает вопросов. История пятая. За что мы любим Розу Рымбаеву? Вторая половина 20-го столетия характеризуется развитием многих музыкальных жанров в Казахстане, в том числе эстрадной музыки, а особенно песни. И это, несомненно, было удачным временем и прекрасной возможностью проявиться таланту нашей героини. Надо сказать, что песни в исполнении Розы Рымбаевой почти всегда становились хитами, так как, обладая незаурядными вокальными данными и тонким мироощущением, она могла донести до массового слушателя глубинный замысел и мелодическую красоту песни. Рымбаева много сотрудничала с композиторами Сейдулой Байтирековым, Осетом Бесеовым, Толгатом и Кайсаром Сарыбаевым, Ираном Гаипом, Ренатом Гайсиным, Саджаном Шамеевым и другими. В репертуаре певицы 500 песен, которые можно разделить по темам на лирические, патриотические и семейно-бытовые песни, размышления о жизни, песни о музыке, приуроченные к важным датам и посвященные временам года. Оценивая творчество Розы Рымбаевой, докторка искусствоведения, профессорка Елизавета Уварова пишет, ее творческая манера неповторима, своеобразна. Как мастер вокального цеха она относится к направлению в жанры, который мы называем классической эстрадой, сочетая в своей исполнительской палитре традиции с современностью. Она делает песню частью духовной жизни своих слушателей. Розе Рымбаевой присущи удивительная серьезность и искренность, за которыми стоит незаурядный актерский талант и темперамент. Говорят, песня – душа народа, но прежде всего песня – душа того, кто дарит ее зрителям. У Розы Рымбаевой красивая и добрая душа. Репертуар Розы Рымбаевой огромный. От народных песен до современных эстрадных и романсов. Она является яркой представительницей казахской культуры, достойно представляющей искусство нашей страны в мире. Ее называют «примадонной казахстанской эстрады», «золотым голосом Казахстана» и «поющим соловьем» Центральной Азии. Вы прослушали эпизод о жизни и карьере Розы Рымбаевой. В следующем эпизоде мы расскажем о том, как в Казахстане сформировалась культура застольной песни. Подпишитесь на наш подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку или напишите комментарий. Это поможет как можно большему числу людей узнать о подкасте Байса. Больше о создании Байса читайте в наших социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании к этому эпизоду. Большое спасибо нашим друзьям из Изи, в студии которых мы записываем весь второй сезон. Над подкастом Байса работали редакторка и продюсерка Айсулута Ишебекова, ассистентка продюсерки Айдана Султан, редакторка подкаста на казахском языке Айкумыс Сексенбаева, редакторка текстов на казахском языке Камшат Абдараим, научная консультантка Раушан Джуманиязова, звукорежиссер Дауд Жантасов, композитор Эмиль Досов, дизайнерка обложки Бульданат Тауасар, нараторы Карина Абдулина, Бексултан Бахаджан, Айханым Рамазан и Айсулута Ишебекова. Голоса озвучили Салим Байгадин и Айханым Рамазан. Перевод материалов на казахский язык выполнил проект Фридрих Щегртке. Продолжение следует...